Здравствуйте, братан! Здравствуйте, братан! Сань скажи здравствуйте, братан. Здравствуйте, братан. Здравствуйте, братан. Скажи здравствуйте, братан. Здравствуйте, братан. Так, скажите, хорошо. Все, все, я ушел. Здравствуйте, братан. Слушайте, да, мы пропали немножко с Ютьюбой, на то есть свои причины. О них чуть-чуть позже, сейчас, значит, сегодня 1 мая, я сейчас еду в Хлюпино. Ну, точнее, я сейчас сначала заберу двух людей, двух логистов. И мы едем в Хлюпино, там будут происходить интересные события. И там я уже все покажу, я обо всем расскажу, что у нас тут происходит, почему мы пропали. Ну и что вообще, что к чему, где, как, зачем, почем, куда, как, кого. У меня закончились вопросы. Вот они. Часа два, наверное, да? Да какие два часа? Здравствуйте. Братан. Вот они, эти люди, которых нельзя показывать. В Хлюпино. А сколько я вам ехать? Максим Баськович, здорово. Здорово. Тебя давно тут на канале не видно было, как дела? Нормально вообще. Ждем вас, смотри, как построено. Охренеть, сколько тут вообще. Офигеть. Давай взлетим с дрона, посмотрим, как это выглядит. Давай, давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Видели, да, сколько машин лагранжевских? Охренеть. Я впервые вижу такое количество сразу скоплений в одном месте. Надо объяснить, что тут происходит. Сегодня 1 мая. Сегодня солнечно, и это приятно, но весна в Москве какая-то вообще дубовая, прям холодно. Я вот в куртке в осенне-весенне, и мне холодно. Я уже думаю, надо было мне зимний, наверное, надевать. Хотя, когда солнце выходит, становится более-менее тепло. Короче, что тут происходит? Нас тут давно не было. Ну, типа, канал вот молчал, типа, ничего, мы ничего не выкладывали, я ничего не снимал. И, ну, причины, в принципе, понятны. Вот это вот вся там Россия-Украина. Я сейчас не буду на эту тему рассуждать. Если вы давно наблюдаете за этим каналом, то наверняка вы в декабре видели игру «Миллионеры из Лагранж», где там водители поделили между собой приз, там была борьба за показатели. Так вот, эту игру планировалось повторять еще неоднократно. И в середине февраля мы планировали игру начать первого марта, очередную. Но вся эта ситуация повлияла, в принципе, на все бизнесы в России, так или иначе. И Лагранж не стал исключением. Игру очередную не начали. Ну и вообще вся обстановка в стране, в принципе, она такая довольно напряженная. И, ну, и водители тоже находятся в напряге. Тем не менее, руководство Лагранжа, ну, своим действующим водителям дает работу. Они работают, они зарабатывают. И чтобы они понимали, что все мы в одной лодке, значит, вот сегодня, 1 мая, руководство устроило вот такую штуку. Собрали всех водителей, которых только могли собрать. Кстати, в Питере сегодня тоже собрали водителей тамошних, тоже там максимальное количество, сколько это возможно. Ставка из Питера будет чуть попозже. Вот. И сейчас приедет кухня, всех водителей покормят, все поболтают, пообщаются, плюс там собрание какое-то. Руководство скажет какие-то слова, там, водителям. Ну, то есть, вот это все действие сегодняшнее направлено на то, чтобы поднять боевой дух водителей, чтобы пообщаться с ними, чтобы показать, что руководство с ними вместе, что в тяжелой ситуации, ну, всем тяжело, и нам в том числе, но, тем не менее, мы вместе, мы работаем, и мы идем вперед так, как и планировали, так и так будет всегда. И, на мой взгляд, это вообще очень прикольная ситуация. Серега, прячься, я с камерой. Рустам Хомякович, здорово. Привет. Я гоняюсь тебя. Как оно? Нормально. Ты как, я сейчас не видел уже, наверное, пару недель. У тебя что-то поменялось, нет? Нет, ничего не поменялось. Все хорошо? Машина работает. Это самое главное. Ты там будешь водителям что-то творить? Блин, Серега, сделай мне сегодня фотку, пожалуйста, аватарку на фоне машины. Окей. Чтобы я на рабочий Telegram, WhatsApp сделал нормально аватарку. Напомни, попозже подойди напомню. Да, да, я все никак не это не доберусь. Окей. Так. Как выяснилось, как выяснилось, здесь не будет основное мероприятие проходить. Ну, то есть, еда, кухня, она приехала в Хлюпино на базу. И поэтому здесь они сейчас просто потрындят немножко и все тоже поедут туда. Вот. И мы сейчас едем туда, сейчас посмотрим, что там за кухня вообще, что там происходит. Хлюпино, база. Бум. Щеколока. Пацаны, здорово. Здорово. Как оно? Ты что-то все худей и худей. Ну, блядь, стараюсь. Не ешь ни фига, да? Не, кушаю, кушаю. Дядь Саш, здрасте, как дела? Да, потихоньку. Там кухня? Да. Знаю. Заходим в рем-зону. Здорово. Здорово, пацаны. Привет. Как оно? Хорошо. Это типа здесь угощение будет, да? Ну, смотри, по красоте на бочке тут что-то придумали. Короче, вот это вот стол номер один, вот там длина его метров 10, наверное. Здесь еще сзади меня второй. Это вообще верстак. Ну, кстати, прибрались. Тут прям было... Было не так чисто. Плох. Короче, у нас новый... У нас... У нас новый... У нас новый начальник рем-зоны. Его зовут Саня. Он по-любому где-то здесь есть. Саня. Я тебя поймал. Короче, вот это Александр, это наш новый начальник... Как правильно сказать, типа? Рем-зона. Начальник рем-зоны, да? Вот, этот человек, который вместо Стаса был Стас, теперь Саша. Саша, в двух словах скажи, что тебе как вообще? Ты сколько здесь уже сейчас? Месяц, полтора, два? Я считаю, что у нас впереди большие вызовы. Думаю, что мы их победим. Ты сколько сейчас здесь уже? Два месяца почти. Так, и как ощущения? Нормально все? Вообще нормальный, коллектив отличный. Налаживаем процессы, чтобы у нас было произведение выше у ребят настроение боевое. Так что, думаю, все у нас получится. Столы ты там организовывал, да? Так точно. Вообще отлично. Спасибо. Всех приветствую. Добрались здесь, чтобы воочию пообщаться. Никакой проблемы нету, так что здесь кто-то переживал, там что-то. Просто хотел вас всех увидеть, поздравить с началом строительного сезона, пожелать удачи, разобрать какие-то моменты, если у нас есть, которые идут не так. Я думаю, что мы проговорим по логистике, по заказам, куда будем ездить, как будем ремонтироваться. Острый вопрос, я так понимаю, у нас стоит с колесами. Ну вот тоже сейчас, да, сейчас ремонты, запчасти. Также затронем вопрос зарплаты. Еще раз пройдемся. Потом будет праздничный обед, поэтому как-то так все на позитивной волне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверю вот еще одно момент. А теперь все будем хавать. Ну, уже пора, уже хочется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, да, все съели? Да. Все. Вот у нас Денис Станиславович. Денис Станиславович. А что, все, ну, типа, все мероприятие закончило или будет еще что-нибудь интересное? Я думаю, что все, погнали работать. А, все, я понял. Кирилл Денисович? Папа. Он на Ютьюбе засветится норм, ничего страшного. А, ничего. Кирилл, привет. Я. Меня Сергей зовут. Я. Ну дай лапу-то. Я понял, ладно, хорошо. Как дела? Я тебя обнял. Я понял. Это значит хорошо? Я тебя не увижу. Ладно, все, ты занят, я не отвлекаюсь. Хорошо, я не отвлекаюсь. Так что, подытоговый под итог. Значит, все норм. Мы живы-здоровы, работаем, возим. Вот руководство пацанам устроило очередное такое, типа, приятное мероприятие, когда, когда можно встретиться все вместе, покушать, пообщаться, в том числе и с руководством. Все. На сегодня все. Че там, как обычно, коль уж ты водила с открытой категории Е, welcome to LaGrange. Все в описании, все там ссылки, телефоны. Так что, иди-ка ты в описании и все, оттуда звони, пиши. Все. До свидания, братан. Я тут нашел одну высотку с выходом на крышу, прям рядом с домом, и, короче, пилю таймлапсики. Я вообще хотел запилить таймлапсики заката, типа, как солнце садится, но его ни хрена не видно, потому что супер облачно. Короче, вот одна камера. Пилит. И вон вторая. Вот она. Она у меня на Москва-сити, короче. Таймлапсик Москва-сити. Кайфово здесь. Кайфово здесь.